Всем привет! Мы уже вернулись домой и сегодня у нас интересный день, потому что папа высмотрел такое мероприятие в Кракове. Захар, не стучи, пожалуйста, сейчас. Это бег с препятствиями, практически бег на выживание. И вчера был первый день этой тусовки. Муж поехал с детками и я вообще не ожидала, но он записал туда Захара. То есть сегодня наш Захар будет бежать. Детки могут участвовать с 4 лет, поэтому Игнаша не котируется, но ботинки папа купил и в следующем году Игнашка, наверное, будет тоже бежать, если Захару понравится. Захару, в принципе, мало что нравится в этой жизни, как оказалось, но держу кулаки за то, чтобы у него остались какие-то позитивные впечатления. И вчера вечером я уже с ними подъехала, Томак записался и оказалось, что на такую легкую трассу уже не оказалось билетов. То есть Томак будет бежать самую сложную 12 километров с препятствиями. И вчера, когда я увидела эти препятствия, я аж обалдела. Но прикол в том, что оказалось, что там так много девушек и женщин в возрасте моей мамы, которые с удовольствием бросаются в бассейн с ледяной водой. Это не просто холодная вода, у нас, как назло, очень сильно похолодало. Еще идет дождь сегодня. Ну, так, хорошенько моросит, скажем так. Но это, вы знаете, бассейн, куда регулярно привозят свежий лед. То есть это все не шуточки. Если ты не можешь выполнить какое-то задание, ну, то есть там пройти между колесами какими-то, или перетащить колесо из пункта А в пункт Б, то тебе, к примеру, надо отжаться 20 раз, или тебя садят на несколько секунд в холодильник. Ну, все в таком духе. И я не знала, что такая дисциплина на своем деле очень и очень популярна. И Томак, сколько там мест? К примеру, сегодня будет участвовать 1500 человек. Так, представляете? Сейчас покажу вам, во что они будут одеваться. Захарчику мы кое-что специально для этого купили. И мы, наверное, не дождемся мужа. Не смогу записать его уже у цели на финише. Но, конечно же, Захарку мы подождем. Захар будет бежать где-то около получаса. Ну, то есть это все как развлечение. И Томак старается воспитывать ребят по-мужски. Я не всегда это одобряю. Но тоже не всегда спорю. Что-то там им позволяю. Такое, то, что я лично для себя, как для девушки, не приемлю. Я им позволяю это делать. Я все-таки девочка. И, честно говоря, мне сложно воспитывать мужчин. Томак решил, что надо, значит, надо. Для деток там все очень и очень лайтовое. Вот Захаркин костюм. Футболку они купили прямо там на месте. Все остальное из Декатлона. Курточка, леггинсы специальные и ботинки. Захар говорит, только я ничего не буду рассказывать. Томак сейчас пытается... Томак сейчас пытается прицепить вот этот вот чип, который будет фиксировать время входа и выхода на трассу. Так что потом можно было посмотреть, за сколько он преодолел вот эту вот трассу. Еще, Игнашка, можно я покажу, пожалуйста? Может, детям будет интересно. И дядям, которые нас смотрят, выдавали изотоник. Это energy bar, энергетический батончик. Это, я не знаю, что за какое-то время, наверное. А, это для Захара. Это номер. Номер Томака. И вот эти штуки, я не знаю, зачем. И еще у Томака была футболка. А малышу надо было купить. Организация вообще офигенная. Они, кстати, переезжают из города в город. Сейчас будет старт. Надо будет пойти по вот этим машинам. И дальше у них там, даже не знаю, сколько препятствий. Но все болеем за Захарчика. Четыре, шесть, два, едем. Старт! Давай, Заки, давай, 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 давай. О, блин, по воде. О, блин, по воде. Блин, няшки. О, блин. Там, надо выезжать до воды и шепчать. Шепчать, шепчать, шепчать. Шепчать, шепчать. Шепчать. Очередное препятствие. Не очень-то и холодно на самом деле. У меня сама чуть не полетела. Надо под сеткой пройти. Ну, Зача, давай. Папа вон с Игнашкой. О, снимает тоже. Класс! Не бойся, не бойся, Заки! Ю-у-у! Экстрим! Они сняли в аренду целое озеро огромное, на которое мы приезжаем. Два дня. Это все длится. Еще чуть-чуть. Хопа! Папа сопровождает. Захарка номер один. Я думала, это прикол. Серьезно. Захар, покажи свою медаль. Вау! Молодец! Какой ты крутой в воде! Дедушка, конечно, пришел болеть. Теперь идем смотреть на папу. Ю-у-у! Разогреваются. Ну, девчонок, я что-то сегодня не вижу. И, кстати, это удовольствие стоит еще 80 долларов. Ну, то есть, участие. Видите, они друг другу помогают. Но сегодня, как бы, 12 километров должно быть без помощи других. Ты готовы? А вот и девчонки. Не вид за тату. На это можно смотреть вечером. Я уже второй день за этим наблюдаю. Мне кажется, что в следующем году я могла бы и сама поучаствовать. Ради прикола. Блин! Контейнер с холоднющей водой, со льдом. Мы думали, ну, как бы, лето, да, там что-то растаяло. Они регулярно привозят сюда на тракторе лед. Реально выгружают. И... Ба! Я видела, как девчонки туда залезали вчера. Это, конечно, то еще зрелище. Там по шею практически воды. Столько спортивных людей, оказывается, в Кракове, в Краковской области. Хотя из других городов тоже приезжают. У нас уже новый день. У нас уже новый день. Сегодня понедельник. И вчера вечером Томик чувствовал себя так, как будто его переехал грузовик. И сегодня утром он проснулся с огромной болью колена. Для того, чтобы участвовать в таком мероприятии, которое я показывала вам вчера, нужна довольно неплохая физическая подготовка. Я не могу сказать, что у Томика с этим плохо. Но, видимо, что-то пошло не так. И я очень надеюсь на то, что обычные какие-то гели, обезболивающие, снимающие воспаление, ему помогут. И он, как очень многие мужчины, наверняка вам это знакомо, вообще не хочет идти к врачу. Ну, посмотрим. Я надеюсь на лучшее. Сегодня у меня прям какой-то праздник. Потому что приехала моя посылка со всеми штуками для выполнения маникюра дома. Года три тому назад, а то и четыре. Нет, четыре. Я была в положении с Игнашиком. Я занялась этим вопросом. И у меня катастрофически не хватало времени на то, чтобы куда-то ездить делать маникюр. Со мной постоянно был старший ребёнок. Тогда ему было около двух лет. И я начала сама делать себе гель-лак дома. И тогда вот как-то все польские блогеры говорили о польском бренде Самилак. Я была, наверное, первой, кто заговорил об этой марке на русскоязычном YouTube. И я пользовалась этими средствами, ну, года три, без перерывов так точно. Я снимала отдельные видео, в которых я показывала, как выполняю гель-лак в домашних условиях. До сих пор ничего не изменилось. Нет. Один небольшой момент, который я подсмотрела в салоне. И покажу, что я докупила. И также, девчонки, я показывала вам, как выглядели мои ногти год спустя. И что я, собственно, делаю для того, чтобы не повреждать ногтевую пластину. И сейчас я поняла, что я забыла об одной очень важной вещи. Это покупка фреза. То есть машинки, при помощи которой я хотела бы научиться спиливать старый гель-лак. Я хотела бы перейти на такой метод. И это то, чего мне еще... Но не то, чтобы не хватает. Я просто хотела бы вложиться. Так как в Польше, к примеру, снятие и нанесение нового гель-лака, при этом маникюр, конечно же, это все стоит столько же, сколько три бутылочки гель-лака. Поэтому мне гораздо выгоднее было купить все самой и делать маникюр дома. Мне это очень нравится. Это очень просто. И так как я знаю продукцию Сами-лак, мне не хотелось искать что-то новое. У меня есть мои такие, знаете, козырные цвета. Это для меня как визитная карточка. Я знаю, чего от них ожидать. У них очень классная текстура. Мне нравятся гель-лаки, знаете, такие как будто кремовые, густоватые, у которых отличная пигментация. То есть при двух тончайших слоях получается очень красивое плотное покрытие. Я не очень люблю, когда просвечивается ногтевая пластина. Хотя, ну, для френча, понятное дело, есть и такие гель-лаки. У Сами-лака есть огромная цветовая палитра. Я сейчас вот на осень что-то буду присматривать. Но хотелось начать с основы основ. Поэтому я заказала все самое нужное. И потихоньку буду пополнять свою коллекцию. Так как все то, что я купила 4 года тому назад, ну, это уже устарело. Я не хочу экспериментировать. Я просто вот на днях сяду и сделаю свежий маникюр. Сейчас я не буду ходить в салон по той простой причине, что у меня не хватает времени. И, к примеру, для того, чтобы поехать в центр Кракова и, я не знаю, припарковать машину, потом сделать маникюр. Да, я обычно ехала с компьютером, работала. Но на это у меня всегда уходит полдня. У меня нет столько свободного времени. А если я это все делаю дома, то за 2 часа я справляюсь все снять, нанести заново. И я никогда, никогда себе не позволяю, к примеру, поехать на маникюр в выходной день. Потому что муж и так проводит много времени с детьми, они в детском саду. И мне не хочется тратить это драгоценное время на какие-то свои бьюти-процедуры. Так что буду, как обычно, по вечерам делать гель-лак дома. И, честно говоря, меня это очень успокаивает, расслабляет. Если я найду какие-то новые, знаете, техники, которые я буду применять в домашних условиях, я сниму отдельное видео. Но давайте рассмотрим, что я тут заказала. Я думаю, что многим из вас будет интересно. Я не хочу сейчас прям снимать отдельное видео, но поделиться хочется, так как у вас возникают вопросы. Вы довольно часто спрашиваете меня, почему я перестала делать. На это не было никакой весомой причины. Просто у меня не доходили руки, чтобы все снова купить и снова начать этим пользоваться. Вот. И еще, девчонки, я недавно уронила свою старую лампу. И она перестала работать. Так что я решила купить и лампу. Тоже выбрала Сэмилак. У них вообще есть стартовые наборы отдельные, есть миниатюры лаков. Это тоже удобно. Но так как я уже знала, что конкретно мне понадобится, и оттенки, все-все-все. Так что я просто заказала полноразмерные. И лампу я купила лет. Так как она гораздо быстрее, как мне кажется, лучше просушивает ногти. Своё приключение с гель-лаками дома я начинала с самой обычной китайской лампы. И это не то же самое. У Сэмилак еще есть такая небольшая компактная лампа лет. Я сначала думала заказать ее, но потом решила, короче, не мелочиться и взяла вот такую. Она тоже подойдет для профессионального использования. Ну, в общем, поверну камеру и давайте уже рассмотрим, что у меня тут есть. Вот так выглядит мой стартовый набор. Все самое необходимое. Обожаю, когда все такое новенькое, чистое. Я, конечно, стараюсь содержать в порядке все то, чем я пользуюсь. Но когда все новое, это особый кайф. Согласитесь, распаковала лампу. Она оказалась не просто белой, а перламутровой. Смотрится еще красивее, чем на сайте. И она идет с таймером. То есть вы можете просто нажать кнопочку на 5 секунд, на 30, 60 и вообще не заморачиваться. Она автоматически выключится. Конечно же, здесь есть зеркальное покрытие и отдельные лампочки LED по всему периметру. Вот. С лампой это все на данный момент. Буду пробовать, буду пользоваться. Сразу взяла большой формат ремувера. Я решила не пользоваться цитоном, поэтому заказала специальный препарат для того, чтобы растворять гель-лак. И, конечно же, обезжириватель. Это два обязательных препарата, если вы собираетесь пользоваться гель-лаками в домашних условиях. Конечно же, пилочка. Раньше я всегда пользовалась такой, поэтому сейчас решила не изменять себе. И заказала вот такую грамотуру. Да, по-польски это, по-моему, так. А вот по-русски. Ну, я не профессиональный пользователь гель-лаков. Поэтому вы меня простите. Полировочный блок. Иногда, когда нужно что-то там подровнять, то пользуюсь вот таким. И он мне так долго служил. Я его практически до конца стерла с каждой стороны. Пришло время обновить его. Девочки, кстати, с Эмилак вы можете заказать не только, живя в Польше. Есть официальное представительство в России и в Украине. Я оставлю все ссылки внизу. У них также есть свой инстаграм, свои ютуб-каналы. Там вы найдете целый кладезь разных идей по декору. Также можете посмотреть, как чем пользоваться. Если вы хотите выбрать какие-то конкретные лаки. То есть, множество фотографий в инстаграме. Вообще, в интернете это настолько популярный бренд в Польше, что мне составит труда почитать какие-то другие отзывы. Мои ногти вообще не портятся от Эмилака. У меня нет никакой реакции. И для меня это гарантия качества. Поэтому я доверяю своей ногти только Эмилаку. И, девчонки, я долго думала, какую базу взять. Потому что раньше я пробовала там и два в одном, и витаминную, и обычную. Я склонялась к классике. Но так как за несколько там, ну не лет может, да, сколько там у меня была последняя база. В общем, за последнее время изменились тенденции. Технология не стоит на одном месте. И сейчас появились не просто обычные базы, а базы, которые сами выравнивают ногтевую пластину. И вот эта вот база сама заполняет какие-то неровности. Называется она Leveler. Вообще, на сайте вы можете почитать, как долго нужно сушить какую-то базу. Вот на сайте есть вся информация. Когда я все распробую, я потом, ну скорее всего, сниму отдельный ролик. Напишите, пожалуйста, интересно ли вам будет посмотреть. Так как те видео, которые я снимала давным-давно, очень многие люди посмотрели. И может быть сейчас тоже будет актуально. Также у Семилак есть база Extend. Вот она предназначена тоже для того, чтобы выравнивать ногтевую пластину. Она густая, чуть гуще, чем Leveler. И вот этой вот базой Extend вы можете даже слегка скорректировать форму. То есть, если где-то что-то сломали, то можно как будто нарастить ноготок. И вот она настолько плотная, что она будет держаться. Многие польские блогеры, Максиночка о ней тоже рассказывала. Вот. И то, чем я пользуюсь не всегда, но я просто не знаю, бывают разные гормональные фон. И вот, когда я перестала кормить грудью, на мне вообще ничто не держалось. И тогда я пользовалась вот таким кислотным праймером. Это чуть помогало. Но сейчас появился бескислотный праймер. На всякий случай взяла его. Это то средство, которое поможет вам как бы лучше скрепить ногтевую пластину с базой. И вроде как герлак должен держаться лучше. Вот. И мои любимые... Еще, что касается топа, то мой самый любимый топ No Wipe. Я покупала его два раза. И в этот раз тоже взяла вот этот. Еще очень классный есть. Total Matte называется. Он делает ногти такими как будто резиновыми. И с тем топом, вот именно матовым, даже светлые оттенки не пачкаются. Он у меня есть, свежий, поэтому не стала повторять. То, что я подсмотрела у девчонок в салоне, это кисточка. Кисточка. Небольшая кисточка. И, честно говоря, я обратилась за помощью, потому что не могла сама определиться, какая кисточка мне для этого нужна. Вот вы замечали, что в салонах обычно делают... Не сейчас у меня, извините. Мне надо переделать все. Делают маникюр под кутикулу. Под кутикулу. Покрывают ноготок до самого корня. И я раньше не могла ничего такого сделать. Я потом просто увидела у девчонок небольшую кисточку. И вот, если вам интересно, это номер один. Именно для этих целей. То есть, сначала заказала другую, потом проконсультировалась и немножко подкорректировала свой заказ. Вот. И буду пытаться научиться. Держите за меня кулаки. Что касается моих любимых оттенков. Все они миллион раз появлялись в моем инстаграме. Как только сделаю новый маникюр, и я обязательно вам покажусь. Приблизила камеру, чтобы было лучше видно. Вот это те цвета, без которых я не могу обойтись на все случаи жизни. Если бы надо было выбрать один, я бы взяла вот этот. Называется он Indian Roses. И знаете, что классно? Когда смотришь, вот какого цвета гель-лак на ногтях, он такой же. И вот эта вот плотность лака, которую вы получите. Гель-лак я имею в виду, да? Что касается сами лака, нюдовый, чуть такой пыльно-розовый. Под любой наряд, если у вас строгий дресс-код, то вот очень классный. Многим подойдет, независимо от того, какой у вас оттенок кожи. Мой самый любимый, такой холодный нюд. Он тоже полностью покрывает ногтевую пластину. Если у вас очень светлая кожа, то, наверное, нет. Вот. А у меня такой желтоватый подтон, и на мне вот этот оттенок смотрится очень аккуратно. И тоже под любой макияж я заморачиваюсь по этому поводу. Мне некомфортно, когда у меня какие-то яркие ногти с узором, к примеру, и красные губы. Не знаю. Вот я такой человек. Красный. Долго не могла выбрать красный. Не помнила, какой же был у меня. По-моему, Red Carpet. Он более такой насыщенный. Вот этот классический красный. Он не слишком холодный. Он без намека на бордовый. Это вот все такие, знаете, без блесток. И он тоже имеет хорошую плотность. Потом вспомнила, что Shush долго им пользовалась. И вот, честно говоря, заказала этот благодаря ей. Вот этот оттенок Berry Nude тоже очень красивый, особенно осенью. Часто им пользовалась. И практически полностью весь бутылек измазала. Вы представляете? Вот. Классный тоже цвет. И два таких нежных, аккуратных, нарядных оттенка. Тоже они у меня были. Это Pink Marshmallow. Я даже помню, когда я его купила. Этот оттенок очень похож на мой любимый бискет. Но, если говорить совсем по-честному, то с этим мне гораздо проще работать. Только по этой причине я взяла вот этот бискет. Он еще чуть менее розовый. И вот гениальный цвет. Если вы любите посидеть там над ногтями и чуть заморочиться, то советую попробовать бискет. Я обязательно закажу его. Но потому что, так как я сказала, это неповторимый оттенок. Один из самых таких популярных. Вообще, вот эти вот все цвета, они тоже очень популярны в самилаке. Так что, я могу их назвать такими даже хитами. И вот этот Delicate French, он такой полупрозрачный. Когда я не знаю, чего я хочу, я выбираю вот такой цвет. На ногах я бы его не носила. Он все-таки более такой полупрозрачный. Ну как, если нанести в два тоненьких слоя, то ногтевая пластина не сильно будет просвечиваться. Но если вам нравятся такие плотненькие цвета, то Pink Marshmallow. И вы видите, что у меня на ногтях постоянно одно и то же. Но осенью я также люблю синий цвет. И не исключено, что тоже закажу вновь. Так как он у меня был, тоже из ассортимента Semilab. Я покупала и буду покупать эту продукцию. Так как, ну, для меня это просто одни из лучших, наверное. Я не многие пробовала, но это те, которые я люблю. Поэтому заказала вот эти. Я надеюсь, что вам было интересно. Если у вас есть какие-то свои маникюрные хитрости, если есть какие-то идеи, если, ну, для видео я имею в виду, то обязательно запрашивайте. Тоже отвечу на все ваши вопросы. Сниму отдельное видео, если вы этого хотите, потому что я снимаю видео для вас. Вот. Так что, если интересно, давайте будем говорить и о ногтях. Все. Всех целую, обнимаю. Думала, что будет недолго, но сама заболталась. И видите, что мне интересно, как новые игрушки у ребенка. Все. Всех целую, обнимаю. Ссылки на Semilab я оставлю внизу. И да, все. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.